Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Сейчас нахожусь в Анталии. Мы провели наш съезд, наш форум. Прошло очень на высшем уровне. Было очень много людей, очень много хороших бизнесменей. Спасибо за ваше доверие, спасибо за то, что въезд в нашу жизнь. Дорогие друзья, я ест, потому что въезд. Меня больше всего вдохновляет ваши комментарии, ваши результаты. Иногда люди говорят, что вам подарили и так далее. Я говорю, самый лучший ваш подарок, это ваши результаты. И следующая важная вещь, всегда говорите правду о наших курсах, о наших занятиях и так далее. Практикуйте, что мы обучаем, и Аллах даст, иншуалу, с помощью Всевышнего. Вы получите те результаты, ради которых вы ходили к нам на тренинг. Хочу ответить на несколько хороших вопросов. Вопрос такой, разумно ли развиваться сразу в нескольких сферах бизнеса? Дорогие друзья, если мы говорим о том, разумно ли развиваться в нескольких сферах бизнеса, я имею большой опыт в этом направлении. Вчера посмотрел отчеты, 58-й долларовый миллионер мы выросли. 58-й. Уже у нас 58 долларовый миллионер, которые в наших курсах, посвящая наши системы социального бизнеса, наши мастер-классы, наши индивидуальные обучения выросли. Я вечера видел его отчеты и так далее. Парень, когда пришел к нам, у него было, валовые доходы были чуть больше 300-400 тысяч, и 21-й год 500 чем-то, в этом году уже миллион, миллион сто чем-то, около миллиона двести, держит парикмахерские в Нью-Йорке. Джовит. Это один из моих хороших учеников, молодой парень, и я горжусь его. Теперь давайте я буду говорить о том, что разумно ли вы развиваться сразу в нескольких сферах бизнеса. Я не рекомендую вам это делать, потому что, чтобы в нескольких сферах бизнеса развиваться, вам нужно иметь мышление инвестора. Вы не можете одновременно быть бизнесменом, но заниматься в нескольких сферах бизнеса. Если вы будете заниматься в нескольких сферах бизнеса, у вас бизнес остается маленьким. Послушайте, пожалуйста, внимательно. То есть у вас будут 5 или 10 бизнесов, но прибыла будет почти очень мало или почти что не будет прибыла. Получается, что в одном бизнесе, если вы зарабатывали бы, например, 20 тысяч долларов, когда откроете 3-4 бизнеса, вот эта прибыль будет распилиться на эти 3-4 бизнеса. У вас ощущение будет, что у вас есть 4 бизнеса, но прибыль остается на том же уровне. Я эти ошибки делал сам в свое время и не хочу, чтобы вы делали те же самые ошибки. Лучше иметь один сильный бизнес, чем иметь 3, 5, 6, 7, 8 бизнесов, которые слабые. Один сильный бизнес, конкурентоспособный бизнес, это лучше, чем иметь несколько бизнесов, которые маленькие-маленькие или слабые бизнесы. Если вы хотите, чтобы несколько разных направлений иметь, чтобы риски уменьшить и так далее, но это надо делать потом. Как? Так. Сначала в одном направлении, в одном бизнесе станьте лучшим. Сначала в одном бизнесе развивайте, развивайте, развивайте потенциаль этого бизнеса максимально. Развивайте потенциаль этого бизнеса, раскройте максимально. Достигайте максимума результата с одного бизнеса. сначала завоюете свой локальный рынок а потом если сможете видеть на регион региональные так далее посмотрите вот сникерс продать только один продукт или посмотри кока-кола только два-три вида напитки и так далее или посмотрите там рафаэлла одну шоколад и так далее а потом рядом с ним соответственно 23 можно какие-то там сопутствующий продукт добавить и так далее сначала станьте на локальном рынке номер один а когда ваши обороты будут бою больше миллиона долларов и так далее в год тогда расширяйтесь по географиям если видите что вы это локация у вас места нет тогда по географии расширяйтесь лучше двигайтесь так когда вы занимаетесь одним бизнесом вы в этот бизнес глубоко погружаетесь и вы начнете лучше понимать его вот когда вы уже достигли определенный уровень начнете по географиям расширяться выходите на региональный рынок выходите потом за соседние государства и так далее с одним продуктом будьте конкурентоспособным вот станьте сильным если вы бизнесмен имейте хотите иметь мышление бизнесмена только так фокусируйтесь двигайтесь но наступит момент когда у вас появляется резервные деньги наступит момент когда у вас появляется резервные деньги и вот тот момент вы видит что у вас появилась определенная сумма денег а ваш бизнес не нуждается вливание денег она уже больше не нуждается вливание денег и достаточно у сал бизнесом генерирует деньги и дальше он не нуждается он сам могут масштабироваться развиваться и так далее и и не сумма лично остается каждый месяц это могут произойти на третий год на 5 год и так далее управление вашей бизнеса и возможно что ваши месячные оборот будут больше миллион долларов возможно так вот тогда он будет генерировать деньги и вас остается лишние финансы вот три показателя есть когда можете вы чем-то другим еще заниматься первый показатель у вас появляется лично свободные деньги и вы видите что в этот бизнес не нуждается чтобы вы обратно эти деньги туда и реинвестировали второй показатель у вас появляются кадры то есть у вас из резервной кадры вы начнете понимать что вы выросли хорошие кадры у вас есть уже резервные кадры если даже какое-то другое направление хотите заниматься есть кому кто это будут управлять из тому кто этим будут заниматься это второй показатель 3 если вы потенциал своего бизнеса максимум уже использовали вот только вот это в этот трех случаев только тогда вы можете посмотреть какие-то растущие рынки как-то новое направление так далее посмотрите анализируйте и попробуйте это будет более разумно это будут правильно так можно дело это будут наоборот выгодно вот но помните что когда вы зайдете других бизнесах так далее это должно отдельная команда если вы сами хотите или либо выкупайте доля растущих бизнесов я так и делаю а просто сейчас выкупая доля растущих бизнесах и все потому что все делать самому это нельзя иначе у вас будет много бизнесов но у вас не будет жизни а вам это надо нет вам надо чтобы у вас было и деньги и жизнь тоже был что у вас была возможность пожить возможность путешествовать возможность время провести семьей и так далее так что дорогие мои если вы задаете мне вопрос разумно ли иметь одновременно несколько бизнесов я вам скажу так на начальном этапе вообще это неразумно ником случае то не делайте вторая вещь чем иметь несколько слабее бизнеса лучше имеет один сильный бизнес лучше выберете в чем вы можете быть лидером вот это один сильный бизнес развивать 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 и третье когда у вас будут вот это три показателя который я сейчас озвучивал только тогда вы имеете право расширяться или выкупать доля других бизнесов или инвестировать в других бизнесах но помните что что когда несколько бизнесом занимаешься, у вас либо должна быть управляющая команда, либо у вас должно быть, уже вы должны уйти от бизнеса и стать инвестором, чтобы у вас в голове формировалось мышление инвестора. Чтобы вы понимали, что с мышлением бизнеса пойти инвестицией заниматься не пойдет, это будет очень сильно мешать вам. Продолжение следует...